Компаньоны мы? Да. Ты сказал, что твоя старуха работает прислуга, а ты курьер. Значит, в твоём доме нет большого достатка. Так что это делится выгодно. Что я должен делать? Стать внуком. Значит, ты её любишь? Да гроба. Хорошо. Только при ней к сведению некоторые детали, как, например, послать ей цепи, она это любит? Прямо сейчас закажу цветы. Пойду-ка, я искупаюсь. Неужели ты пойдёшь в бассейн? Да. А как же рано? А я майку надену. Достал деньги? Вот тебе деньги. Здесь макароны, рис, колбаса и хлеб. Поставь, ты что, издеваешься? Мне нужны деньги. Деньги. Гамус, иди-ка, отнеси это. А мы пока поговорим с твоим стариком. Послушай, парень. Я не парень. Что? Ты девчонка? Да. А что? Да мне плевать, кто ты такая. А о чём я говорил? Что я девчонка. Вот именно. Слушай, девчонка, не вздумай меня учить, как мне вращаться с сыном. Я не собираюсь учить, что тебе делать. Могу только сказать, что ты не должен делать. Бить его. Почему? Потому что ребёнок – это божий дар. Божий дар. Если бы он был божьим подарком, то принёс бы мне деньги. А почему ты не работаешь? Меня никто не берёт. Кто не берёт? Никто. Я работал, знаешь? И меня выгнали. Кому нужен такой тип вроде меня? Не умею ни писать, ни читать. Шла бы ты лучше отсюда. Хорошо, ухожу. Но имей в виду, теперь у вас достаточно еды. Так что не вздумай обижать мальчишку. Понял? Ты что, мне угрожаешь? Если хоть волосок упадёт с его головы, то я отрежу тебе всё твоё хозяйство. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Распишитесь, пожалуйста. Да. Ты напоминаешь мне одного друга. Ещё чего, я уже давно не был на кладбище. А, вылитый хромой Фернандес. А на чай? Здесь не подаёт. Вики от Бобби. Лина. Лина. Да. Это тебе. Мне ещё никогда не дарили цветов. Да. Нравится? Очень. Но сегодня у меня не день рождения. Почему ты мне даришь цветы? Просто так? Разве нужна причина, чтобы дарить цветы? Цветы для бабочки, для милой девушки, для парикмахера. Ну, я ещё не закончила курсы. Тогда это стимул, чтобы ты хорошо училась и стала хорошим мастером. Поставь их в воду, пока они не засохли. Какая красота. Красота. Спасибо, Рокки. Большое спасибо. Цветы приносят радость. Это цветочный магазин. Примите заказ. Похоронный венок. Фильм Рауля Лейкоуны. В главных ролях Наталья Рейра и Факунда Арана. «Дикий ангел». Автор сценария – Энрихи Торрес. В фильме снимались Фернандо Мистраль. «Вероника Вейера». «Вероника Вейера». «Лидия Ламальсон». «Виктория Анетта». «Норберто Диас» и другие. «Всехолка». «Всехолка». Субтитры сделал DimaTorzok Режиссер Фернан Абраамсон Пабло, что ты здесь делаешь? Я здесь живу? Да, конечно, разумеется. Странно видеть тебя здесь. Очень странно. Давно хотел позагорать. Ну да. Солнечный денёк, а? А то ты стал похож на Дракулу. Шутка. Знаешь, о чём я подумал? О чём? Тебе действительно нравилась Вероника? Или ты сделал это просто ради спортивного интереса? Пабло. Нет-нет, это простое любопытство. От нечего делать. Я против тебя ничего не имею. Привет. Пабло, я принёс соку. Возьми, если хочешь, я ещё схожу. Нет-нет, спасибо. Я жду, когда Ива мне ответит. Бобби, я пойду. Что-то мне не здоровится. Точно не хочешь соку? Точно. Нет, это ошибка. Распишитесь, квитанцы. Может быть, у нас всё в порядке. Возьмите. Нет, это ошибка, это не к нам. Ну вот, карточка, всё ясно. Вики от Вови. Да, это нам. А я что говорю? Простите, я думал, что это ошибка. Давай быстрее. Она не пишет. Ну вот, возьмите. Вначале надо смотреть, а потом говорить. Да. Пока. Закройте дверь. Удачи. Боже мой, что это такое? Венок в доме, как неприятно. Что это такое, Бернардо? Это для вас. Как для меня? Для Вики от Боби. Венок? Я его убью. Ему больше не жить. Откуда у нас в доме венок? Твой друг. Друг? Его прислал твой друг. Для Вики от Боби. Боби? Да, Боби. Это ошибка. Ошибка природы. Лучше бы ему не появляться на свет. Что случилось? Анфелька? Нет, нет, сеньор. С ней всё в порядке. Да, она в своей комнате. В комнате. Пойду посмотрю. Сеньор, это он? Да. Идёмте за мной. Бернардо, вынеси его отсюда. Бернардо, избавься от него. Кто этот парень? Курьер с фирмы. Понравились мои цветы? Бернардо, поддержки, Бернардо, мы хлеб. Боя, нет, сеньор. Боя, нет, сеньор. Удив CHRISI. Бернардо. Боя, нет, сеньор. Удив Saiyan. Да, нет. Боя... Боя, нет. что с тобой руки новый анекдот не отоплю кто тебя ударил не меня а бобби да так ему и надо этому придурку что он не только нашел что-то же синерита виктория как что нашел блондинка с белой кожи сказочные голубые глаза ходишь по ней с ума да еще один придурок может я и придурок но видели бы и что стало за ним бобби прямо за круги за волчком где он успокойтесь не волнуйтесь ты же сказал да я приготовил сюрприз только успокойтесь вам нельзя волноваться ожидание для меня еще хуже где он скажу если вы сядете и успокойтесь говори говори же сейчас я его приведу да только спокойно да да-да-да заходи факунду это факунда ваш внук здравствуйте сеньора не сеньора бабушка знаешь кто ты придурок дурак идет идиот других слов у меня тебя нет обормот подлец подлец вот именно вот именно идиот подлец и вообще хватит подсказывать я любя вики клянусь я заказал розы цветы любви ты злишься потому что я не обращаю на тебя ни малейшего внимания вот решил подарить мне венок да какой венок ненавижу венки никогда никому их не посылал даже на похороны хотел надо мной посмеяться да что ты там были красные розы я даже просил обрезать шипы чтобы не укололась все ясно я была тебе слишком хорошего мнения ты не бедный лягушонок а жабий король да нет это не так это ошибка ошибка цветочного магазина я с ними разберусь прости все-таки боби правники это недоразумение сюда принесли венок а куда-то на похороны букет роз ну конечно в одном я не сомневаюсь если через пять минут боби не испарится то венок ему пригодится да да на твои похороны пока потом поговорим только не надо ты не права он это заслужил это ошибка неужели думаешь он мог послать тебе венок ну что ты хватит его защищать я же прав нет не прав ладно не прав хватит психовать отстань прошу тебя привет я хотел с тобой поговорить как ты меня напугал у тебя совесть нечиста что ты изменила мне с гамусой нет бедный ребенок у него не жизнь а трагедия о трагедиях поговорим в другой раз в чем дело что с тобой я соскучился да ладно правда соскучился а ты я по себе не соскучилась милагрос я серьезно ладно соскучилась сколько не знаю этот медальон был у твоего отца я подарила его твоей матери она отдала тебе бедная твоя мама когда она умерла не помню я был слишком маленький итак думаю теперь тебе лучше уйти факунда нет нет я не хочу чтобы он уходил мы еще ни о чем не поговорили оставь меня с моим вновь понимаю я буду за дверью да скажи что ты почувствовал когда узнал что тебя есть семья даже не знаю у меня странные чувства простите мне пора нужно встретиться с другом знаете он обещал мне деньги заплатить за квартиру больше тебе не нужно ни у кого ничего просить сколько тебе нужно денег я должен за два месяца сколько это 1200 я дам тебе деньги иди заплати и возвращайся сюда к ужину хорошо хорошо спасибо бабушка спасибо привет бернардо да есть новости да да я хотел с вами поговорить о чем хочу спросить правда ли что юноша который пришел с синьором демиана внук синьора ангельки он его уже привел это он скажите он так даже лучше он да он 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 бернардо спасибо вам за то что вы его нашли синьорито я не знала что он твой племянник да он мой племянник значит федерико соблазнил горничную прости ничего я привык теперь по поводу того о чем вы просили да слушаю пойдемте в кабинет сейчас сейчас андреа рад тебя видеть успокойся встреча состоялась поверь мне миле я отдаляюсь от андреа она она тебя отпустит главное это то что я хочу а что ты хочешь ты прекрасно знаешь нет пока ты мне не скажешь я хочу ну мне нужно еще поговорить с андреа и как только я все решу мы сразу будем с тобой вместе прости прости кажется я прервала сцену между хозяином и служанкой или это что то другое а другое я просто просил милагрос принести мне кофе принеси мне кофе пожалуйста хорошо хозяин сейчас я вам его принесу хотите кофе синьорита да принеси пожалуйста милочка итак каков твой ответ так вы доставили заказ или нет ну конечно да сеньор красные розы да конечно мы их доставили а другой сеньор перезвонил и заказал венок по тому же адресу мне это показалось странным мне тоже а потом он сюда заезжал чтобы оплатить заказ не помните как он выглядел ну примерно лет тридцати небрежно причёсан с огромным носом честно говоря нос у него еще тот Рокки что вы здесь делаете? могу я войти? или сказать Бернардо чтобы он сломал дверь? даю вам одну минуту мне этого хватит Луиса я нашла своего внука вы его нашли? твой собственный брат привёз его сюда Дамиан? он мне за это заплатит твои отношения с Дамианом меня не касаются но хочу тебя предупредить Луиса мой внук будет жить здесь даже и не мечтайте вот именно об этом я всегда мечтала и никто не ты, никто другой не отнимите его у меня почему? он имеет право жить вместе со своей семьёй я ему не семья и мои дети тоже он мой внук и в большей степени чем Ива я всегда считала твоего сына своим внуком так что постарайся признать сына твоего мужа я уже ответила и не изменю своего мнения я не расстанусь с ним, Луиса я не потеряю своего внука так что не смей со мной спорить вечно одно и то же как мне всё надоело и чего тебе не хватает, Марта? ты только посмотри на них а что с нами? ты накрываешь на стол Рамон ждёт пока ему подадут мама возится у плиты а ты бездельничаешь молодец, Милли чего ты ко мне привязываешься? сама подвернулась под руку не могла же я упустить шанс? да что с тобой, дочка? мне так надоело быть прислугой мы хотим есть, а должны ждать пока хозяева не поужинают всегда было так вот это мне и надоело всегда так было и всегда будет кажется, ты собираешься сменить это платье и сменю не будешь я всю жизнь служанкой, как ты Марта оставь её, Сокора я служанка и горжусь этим хорошо, хорошо Марта, если ты проголодалась отрежь себе кусок сыра и съешь проголодалась, но хочу совсем другого заходи, заходи заходи, не стесняйся, прошу Сокора, этому парню захотелось пить, дай ему что-нибудь хочешь апельсинового сока? отлично, спасибо Донни мне сказала значит, это ты её внук какой внук? внук Донни да, я сын сеньора Ди Карло а ты? кажется, я тебя где-то видел не знаю, может быть на улице может быть жаль, Луиса не будет с нами ужинать мне бы хотелось, чтобы вся семья была в сборе маме будет очень трудно заставить себя присоединиться к нам да ей время вообще-то его у меня не так много осталось бабушка, что ты говоришь, тебе ещё жить да жить Ива, мы можем договорить? нет добрый вечер, Бернардо вас ждут? да, сеньор Анхелика позвонил и попросил меня приехать проходите Падре Мануэль, как я рада вас видеть присоединяйтесь к нам, пожалуйста добрый вечер я попросила вас приехать, чтобы поделиться с вами своей радостью жаль, что здесь нет моего сына крёстная, он скоро приедет он позвонил и сказал, что вылетает из Кордова правда? да, он постарается поскорее закончить дела и сесть на первый самолёт кажется, я успел как раз к обеду у нас для тебя сюрприз какой сюрприз? Федерико, ты знаешь, что уже 18 лет я разыскиваю ребёнка Росарио да розыски закончены я нашла своё дитя где? ага, здесь не хочешь его обнять? эх дочка дочка дочет что, что такое? в чём дело? не хочешь меня обнять? Папа, что с тобой? Папочка. Дочь моя, ты должна понять, твой отец... Твой отец сошел с ума. Нет, нет, его я не сошел с ума, нет. Теперь все стало известно. И мы должны с этим смириться. Знаете что, мне... Мне даже стало легче. Мне трудно было держать при себе эту тайну. Вы не единственные мои дети. Что смешного? Знаете, можете говорить все, что хотите, только не выдумывайте, что вы мой отец. Что? Если бы вы были моим отцом, то я бы давно уже дала вам пощечину. Я не понимаю. Не понимаешь? Потому что не дал мне договорить. Откуда ты взял, Федерико, что Милагрос твоя дочь? Значит... Ты же сказала, что она моя дочь. Никто этого не говорил, папа. Она сказала, что твое дитя здесь. Я твой сын, папа. Ты не хочешь обнять своего сына? Да, конечно, конечно, хочу. Конечно. Но не будете возражать, если я пойду лягу. Мне трудно сосредоточиться. К тому же у меня ужасно болит голова. Ты не пообедаешь вместе со своим сыном? Нет, мама, ужасно раскалывается голова. Подойди, Пакундо. Хочу тебя познакомить. Это Виктория, твоя сестра. Привет. Привет, Виктория. Кажется, ей не понравилось. Нет, просто она еще не освоилась. А я, Иво. Твой брат. Очень приятно. Это Андреа. Мы уже знакомы. Пабло. Твой двородный брат. Очень приятно. Падре, надеюсь, вы с нами пообедаете? Уже поздно. Мне пора возвращаться в монастырь. Спасибо, синьора, но мне бы хотелось поговорить еще литро. Мелагрос, пройди с Падре в кабинет, там и поговорите. Идемте, Падре. Крюстная, тебе не кажется, что это слишком? Как можно пускать служанку в кабинет? Ее место в комнате для прислуги. Понятия не имею, откуда он взялся. Но откуда-то он же взялся, не с неба же свалился. Знаете, Падре? Что? Это правда. Чудо. Правда. Поверьте, настоящее чудо. Умник соединил отца и сына. Не называй Господа умником, миле. Не сердитесь, Падре. Не станете живы отрицать, что Господь совершил чудо. Правда? Что с вами, Падре? Ничего. Я же вижу, вы так ходите в двух случаях. Или вы хотите в туалет, или злитесь. Точно? Нет, не злюсь. И в туалет не хочу. Дело в тебе. Во мне? А почему? Тебе надо работать, а я отнимаю у тебя время. Лучше я пойду. Подождите минутку. Как смешно получилось, когда хозяин назвал меня своей дочерью. Да. Очень смешно. Мой отец. Мой отец настоящий таракан. Не говори так, Челита. Да. Таракан. И когда-нибудь я его раздавлю. Нет, Федерико, ни за что. Пусть этот ублюдок немедленно покинет мой дом. Хватит, слышала? Если хочешь избавиться от ублюдков, то выгони и его. Не смей этого говорить. Успокойся, дорогая. Успокойся. В глубине души я с тобой согласен. Не понимаю, откуда он взялся, но для меня это удар. Что ты собираешься предпринять? Выгоню его из дома. Можешь мне поверить. Бернардо, как же несправедливо с тобой поступили. Как? Кого ты имеешь в виду? Их всех. Сидят себе, развлекаются, пьют кофе, а тебя не зовут. Почему же так? Почему они должны меня звать? Как это почему? Поговорить с твоим племянником. А ты что думала? Где ты видела, чтобы управляющий сидел за одним столом с хозяевами? Слава богу, еще они не выгнали парня на улицу. А почему это они должны его выгнать? Не понимаю. Он сын служанки. И хозяина. Хозяин, вот что самое главное. Да что вы, этот парень, ублюдок. Не говори так, Марта. Ничего, Сокора. Слишком много яда может убить даже гадюку. Не говори так. Знаете, кто вы? Неудачники. Пустые, ненужные, никому людишки. Кажется, милая Марта рассердилась. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь веселом. Главное, что Донья теперь счастлива. Конечно, представляешь себе, что значит найти бабушку, отца, брата, сестру и даже управляющего всех стран. Не управляющего, а дядю. Бернардо – его дядя. Правильно. Простите. Пойду попытаюсь с ним поговорить. Удачи. Счастливо. Ну вот, у меня пора идти. Я далеко живу, могу опоздать на автобус. Возьми такси, если нужны деньги, нет проблем. Нет, нет, нет. Я сам его отвезу. Спасибо вам за все. Мне бы хотелось повращаться с бабушкой. Не стоит. Сегодня у нее было столько впечатлений, а она, наверное, спит. Я завтра передам от тебя привет. Ну, хорошо. Пока. Рад был познакомиться. Удачи. Пока. До свидания. Ива, ты можешь уделить мне время? Ну, только не сейчас. Хорошо. Тогда спокойной ночи. До завтра. До завтра. Не надо так напрягаться. Я не могу. Не можешь. Хочешь сорвать план? Давай деньги, которые ты получил от старухи. Три тебе, остальное мне. Это больше, чем я тебе обещал. Не плачь. Любимый. Ну, что с тобой? Ты ко мне равнодушен? Что-нибудь случилось? Нет, все в порядке. И еще кофе? Нет, нам ничего не надо. Пошли наверх. Что ты уставилась? Куда ты пошла? Да? Можно ли к вам войти, синьора? Ты уже вошла. Какой смысл спрашивать? Какая красивая роза. Ну, как вы себя чувствуете, Донья? Да, так. Что с вами, неужели недовольны? Хочу тебе признаться. Я думала, что все будет по-другому. А каким вы себе его представляли, блондином? Да нет, я имею в виду не Факунда, а саму встречу. Более теплый, что ли. Все вышло так официально. А на что вы надеялись? Вдруг ни с того ни с сего парню говорят, теперь у тебя есть отец, бабушка, брат и сестра. К этому нужно еще привыкнуть. Дайте ему освоиться. Понимаете? Ты права. Я всегда права. Ты абсолютно права. Ладно, иди, отдыхай. До завтра. Донья. Да. Теперь вы нашли внука, а я потеряла... Что потеряла? Помните, вы называли меня приемной внучкой? Миле, ты всегда будешь моей внучкой. Всегда. Всегда. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот твой завтрак Ты так обо мне заботишься? Как ты, все в порядке? В порядке, а поцеловать? Что? Приласкай меня, ну хоть чуть-чуть Чтобы проснуться по-настоящему Хватит, не начинай все сначала Да-да, сестра-толстушка сказала, что если обнять любимую, потом... Я даже и не думала про нее, опять мелешь чушь Что я мелю? Да так, ничего Ты сказала какое-то слово? Не важно Почему бы тебе не привлечь? Дудо может войти в любую минуту? Ну иди Ты закрыла? Да Лезь под кровать Давай быстро залезай Залезай, сиди тихо Открывай, открывай Не, не шевелись Привет Любовь моя А я собирался в душ Тогда я потру тебе спинку Нашел моего медвежонка? Падро Мануэль, а как Милли? Милли? А разве вчера вы не виделись с ней? А, да, конечно, виделся Ну и? Что и? Как она себя чувствует? По правде говоря, сестра Каталина... Не знаю Челита похожа на смерч Не понимаю Знаете, во время своего движения смерч уничтожает все на своем пути Ну так вот, так и Челита Уничтожает все вокруг себя, а сама идет дальше, дальше, дальше Еще меньше понимаю, падре Простите, падре У вас не найдется для меня минутки? Да Пока, а пообеды мы вместе Пока, дорогая Пока Дорогой, как ты смотришь на то, чтобы помыться вдвоем? Дура Обиделся Мягко сказано Давай романтично отужинаем Когда все уйдут из дома Придумал В моей квартире Нет Почему? Нет Ладно, на квартире Когда? Сегодня? Нет Почему? Мне нужно время, чтобы все приготовить Тогда завтра? Завтра Могло произойти несчастье Я чуть не ошибся Ничего не понимаю Откуда взялся этот юноша? Он курьер на фирме Но как он стал вашим сыном? Думаете, я знаю? Я сомневался, моя ли дочь Милагрос Но вы меня убедили Да Челита ваша дочь А другой Сам не могу понять Все очень странно Этот парень не может быть вашим сыном Постарайтесь как-нибудь убедиться в этом Какой-нибудь анализ Все, что угодно Все, что угодно Все, что угодно Сейчас я тебя убью Попадись мне только Вот увидишь Вы это мне? Тебе, тебе Сейчас ты у меня посмеешься над этими цветами Какими цветами? Сам знаешь, какими Венке Веники? Я тебя убью, трус Я трус? Это ты трус? Да вдобавок еще и врун Не держи ворамон Отпустить? Отпусти, отпусти Итак Слушай Чужак Здесь нет места Для нас двоих Что? Сейчас я покажу тебе свинцовую тяжесть моих кулаков Сам ты дубина, свинцовая Уйди с дороги Не хватай за горло А то я начинаю терять над собой контроль Вот так? Вот так Кто бы говорил Синьорита Виктория Что? Синьорита Виктория Оставь Вики в покое Пока я тебя не задушил Понял? Во-первых Она синьорита Виктория Ясно? Неужели? А во-вторых А во-вторых Я люблю ее Как сестру Зато мне не нужен такой шурин Так что исчезни Ясно? Конечно Все ясно Не могу поверить Наконец мы сегодня идем на танцы Да, я тоже Никак не могу дождаться вечера Наверное там очень весело Там все так танцуют Ты что? Танцевать туда идешь? Я иду только посмотреть О чем вы, девочки? О танцах Ах, да-да Не забудьте Ведь мы должны переодеться Чтобы никто нас не узнал Не волнуйтесь Лина причешет так Что никто нас не узнает Мы будем выглядеть А-ля Тропикаль Какое совпадение Я так раз вернулась пораньше с работы Вот как? Во-первых, оставь в покое моего мятежонка А во-вторых Как-то я тебя уже предупреждала Держись подальше от моего жениха Ладно Я с тобой не шучу Я тоже Хочешь войны, ты ее получишь Не смеши меня Стоит мне только сделать так И духа твоего здесь не будет Я не могу Я не могу Я не знаю, что я хочу Но я знаю, что я умер Если у меня осталось Я не могу Поэтому я улетаю В другую штуку Чтобы узнать Субтитры делал DimaTorzok Но я не могу Я не могу Но я чувствую Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok